В Ярославле задержан новый Остап Бендер. Парень пришел к 85-летней пенсионерке в квартиру на улице Лепедевского и предложил ей купить прибор от всех болезней. Во время разговора измерял бабушке давление, а когда-то отвлеклась, открыл сервант и забрал 30 тысяч рублей. Мошенника поймали сотрудники уголовного розыска. 25-летний делец раньше не привлекался в полицию, признался. В Ярославле купил чудо-прибор всего за 3 тысячи рублей, а жертвам пенсионеркам предлагал в два раза дороже. Сейчас установлено, задержанный причастен к другой краже. У пожилой женщины парень уволок 2,5 тысячи рублей. Данный молодой человек проверяется на причастность к другим подобным аналогичным преступлениям. Если вы пострадали от действий указанных лиц, просьба обратиться в отдел полиции. На Рыбинского стрелка завели уголовное дело. Накануне мы рассказали о стрельбе на трассе Рыбинск-Мышкин. Водителя «Жигулей» кто-то ранил из ружья. Позже полиция задержала стрелка. Ему 34 года. Живет неподалеку от пострадавшего. По некоторым данным, ссора между мужчинами возникла из-за дамы. Правда, в полиции эту версию пока не подтверждают. Дорожная полиция начала проверку по факту аварии на путепроводе у железнодорожной станции «Молот». Там сошлись три машины. Пострадала двухлетняя девочка. Сегодня нам удалось найти видеостолкновение. Предлагаю посмотреть. Свидетели такой картины с ужасом представляют последствия аварии. Смятая в гармошку машина под бетономешалкой. К счастью, участники столкновения трех машин на путепроводе у железнодорожной станции «Молот» остались живы. Вот кадры видеорегистратора, установленного в «Мазде» Вероники Гагариной. Встречный удар. «Жигули» летят в сторону. А там «КамАЗ». Девушка на ВАЗ-2105 не справилась с управлением, выехала нам навстречу. Пострадал ребенок у нее. «Жигули» напоминают гармошку. Чудом водитель женщина и ее двухлетняя дочь остались живы. Девочку срочно отвезли в больницу. Ребенок ударился головой. У девочки была выявлена ушибленная рана лобной области. Выполнены все необходимые обследования, рентгеновские снимки. И произведена первичная хирургическая обработка раны. Девочке наложены швы и девочка отпущена домой. Мама пояснила, что ребенок находился в детском кресле, но был не пристегнут. В подобных случаях главной ошибкой водителя бывает несоблюдение скоростного режима. У езда на мост стоит специальный знак, ограничивающий скорость до 60 км в час. Но на видео с регистратора мы замечаем, женщина-водитель не сбавляет скорость, а наоборот нажимает на газ. Заднеприводный автомобиль мгновенно заносит и выбрасывает навстречку. Ребенок находился в автомобиле на заднем сидении, на специальном детском удерживающем устройстве, которое позволяет его возвышать над стационарным сидением. А о том, был ли ребенок пристегнут стационарным ремнем безопасности, уже будет устанавливать проверка. В полицейской проверке Вероника Гагарина фигурирует как потерпевшая. Ее машину можно отремонтировать. Ремонт дорогой. Но сейчас женщина просто рада, что все остались живы. Мы все жалуемся на дороги. Если мы знаем, что у нас такие дороги, на дороге лед, снежная каша, то гнать с такой скоростью, я думаю, это сами себе мы вредим, и тем более нашим детям. Ситуация на путепроводе у Молота заставляет сотрудников полиции усиливать контроль за перевозкой в машинах детей. В ближайшие дни экипажи ГИБДД встанут на дежурство у дошкольных учреждений. У аварийного моста инспекторы чаще станут выставлять прибор автофиксации превышения скорости. Юрий Краблев, Денис Лосев. День в событиях. 48 часов ареста каждому. Кировский суд вынес приговор хулиганам. На прошлой неделе они сожгли две масленичные куклы на улице Андропова в Ярославле. Поджигателями оказались два приятеля из Омска и Подмосковья. В наш город приехали погулять, сильно праздновали масленицу, выпили и устроили поджог. Долго отпирались, получили двое суток. Сидят, осмысливают, зачем сожгли куклы, которые так долго делали малыши и воспитатели из детских садов Ярославля. И напоследок о том, как не надо поступать. Это видео мы сняли сегодня утром. Женщина припарковала дорогую иномарку, загородив проезд машине скорой помощи к первой детской больнице. Специалистам скорой пришлось вызвать полицию. Дозвониться до владельца автомобиля не получилось. Отметим, что бригады скорой помощи первой детской больницы выезжают на десятки вызовов в день. К сожалению, многие водители ставят свои интересы выше интересов общества. Бывает такое, встречается. Вот так нагло, это, конечно, первый раз. Полицию я вызываю, потому что нужно продолжать работать. Пускай это заминка, пускай на 10-15 минут. Где гарантия, что через час, через полчаса не произойдет только сам.